Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Андрей Рыжков. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Важно мнение каждого магнитогорца. Под таким девизом в администрации города состоялось заседание общественной комиссии по оценке и обсуждению проектов благоустройства территорий для включения в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Удобно, комфортно, быстро. Оформить загранпаспорт нового поколения горожане теперь могут и в многофункциональном центре. Ранее эта услуга предоставлялась только в отделе по вопросам миграции. Жизнь подарила мне и тебе. В Магнитогорском театре оперы и балета прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Документ подписан 21 ноября 2018 года. «Под руководством Бориса Дубровского в Челябинской области удалось достичь крупных позитивных изменений в экономике и социальной сфере, говорится в представлении к награде. Реализовано более 130 крупных и средних инвестпроектов. В Челябинской области создана практически не имеющая аналогов в стране региональная инфраструктура поддержки инвесторов, малого и среднего предпринимательства, отдельные элементы, которые стали пилотными проектами и впоследствии рекомендованы федеральными органами исполнительной власти для реализации в других субъектах федерации». С 2014 года существенно снижены объемы бюджетного госдолга, ликвидирован масштабный дефицитный бюджет. Уровень закредитованности на сегодня один из самых низких в стране. По итогам шести месяцев 2018 года Челябинская область входит в число 18 регионов страны, не имеющих коммерческих займов. В регионе в полном объеме финансируются все социальные расходные обязательства и прежде всего по указам и поручениям президента Российской Федерации. Под руководством Бориса Дубровского реализован целый ряд крупных социальных программ, прежде всего в рамках выполнения поручений президента по созданию школ нового типа и полному охвату дошкольным образованием. Его уровень и сейчас самый высокий в Уральском федеральном округе. По России Челябинская область входит в лидерскую десятку. Борис Дубровский ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» в 2003 году и Орденом почета в 2012 году. Магнитогорск с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Виктора Евтухов. Он побывал на Магнитогорском турбическом комбинате, оценил масштабы производства в листопрокатном цехе номера 11 и рассказал о роли ММК в экономике России. С подробностями Татьяна Зайцева. Несколько лет назад, в период мирового экономического кризиса, Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, сказал, в России необходимо вызвать новую волну индустриализации, после чего страна сможет занять ведущие позиции на глобальных рынках товаров и услуг. И подчеркнул, это должна быть высокотехнологичная индустрия 21 века, действующая на принципах свободного конкурентного рынка, основанного, в свою очередь, на таких базовых экономических понятиях, как эффективность, рентабельность, рыночный спрос, окупаемость инвестиций. Листопрокатный цех номер 11, возведенный в 2011 году, стал своеобразным ответом ММК на запрос Путина, равно как и толстый листовой стан 5000, построенный двумя годами раньше, в самые тяжелые экономические времена. Видя такой смелости и оперативность магнитогорских металлургов, Путин и сам шел им навстречу и помогал, как в автопроме, так и с трубниками. Не случайно он присутствовал при открытии обоих объектов и высоко их оценил. А сегодня динамичное развитие и конкурентоспособность ММК по достоинству оценил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Во многих странах, в том числе развитых экономических странах, в металлургической отрасли, испытывают глубочайшую депрессию, глубочайший кризис. Магнитка работает и будет работать. И, конечно, за это мы рассказали огромное спасибо всем тем, кто здесь трудится. В листопрокатном цехе номер 11 впервые в России освоено производство высокопрочных марок стали и высококачественного холоднокатанного листа для производства автомобилей. Это позволяет удовлетворять требованиям ведущих мировых и российских автопроизводителей. Любой магнитогорский школьник знает, что во время Великой Отечественной войны каждый второй танк и каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорского металла. Сегодня, в 21 веке, из металла ММК сделана каждая первая «Лада Калина», «Веста» и другие модели автоваза. Наш автолист покупает и все зарубежные автоконцерны, имеющие свои производственные мощности в России. Это бренд, причем бренд не только по выпуску продукции, а это даже такой символ патриотизма, символ высоких достижений, глобальных прорывов в нашей экономике, в нашей истории. Очень важно, что предприятие удовлетворяет взыскательный спрос большого количества отраслей, особенно автопрома. Мы знаем, что у автопрома всегда очень серьезные требования, повышенные требования к качеству, к новым сплавам, к новым материалам. И при этом 60% спроса, который образуется в этой отрасли, удовлетворяется магнитогорским комбинатом. Это, я хочу сказать, признак особого признания. Также Виктору Евтухову продемонстрировали агрегат непрерывного горячего цинкования номер 3, который был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Его ввод стал главным событием 2017 года в металлургии России. Основными потребителями его продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки. В Магнитогорске завершился семинар руководителей и специалистов энергетических служб предприятий металлургической промышленности. В день открытия участники обменялись опытом внедрения программ повышения операционной эффективности энергетических хозяйств. Второй день был посвящен знакомству с металлургическим комбинатом. Одним из экскурсионных объектов стал 11-й листопрокатный цех. Подробности далее. Основное назначение ЛПЦ-11 – получение холоднокатанного и оцинкованного листового проката. Готовую продукцию комплекса направляют в сервисные центры автомобильной и строительной отраслей, а также производителям бытовой техники. Развитие современного прокатного производства базируется на использовании нового, более совершенного нагревательного, прокатного и отделочного оборудования, которое характеризуется по точностью ряда технологических процессов, более высокими скоростями и более интенсивными режимами работы, но при этом с более эффективным расходом энергии. Цех, конечно, новый, выглядит отлично, тем более фирму СМС, которая построила цех, мы знаем, не понаслышке с ней работали, тоже реализовывали ряд проектов. Поэтому впечатление только положительное, комфортная, достаточно нормальная работа, отличное оборудование заложено, а хорошее оборудование – это надежность, это залог успеха работы предприятия, ну и цехов в частности. Участники семинара, приехавшие из других городов, поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями о первом дне мероприятия. Как выяснилось в подходах по увеличению энергоэффективности и снижению энергозатрат у большинства российских предприятий много общего. Традиционно есть несколько направлений работы. Первое – это снижение удельных расходов, то есть повышение фактического КПД оборудования. Повышение надежности тоже влияет на использование. Вчера обсуждали, как влияет, но тем не менее, незапланированное простое оборудование, они влекут за собой перерасходные носители. В целом, ну, конечно, не обойтись без модернизации оборудования. Вот, наверное, основное направление. Подробнее о семинаре совещаний специалистов энергетических служб предприятий металлургической промышленности России смотрите в программе ТВМК. Галина Смирнова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Удобно, комфортно, быстро оформить загранпаспорт нового поколения горожане теперь могут и в многофункциональном центре. Ранее эта услуга предоставлялась только в отделе по вопросам миграции Магнитогорска. Специалисты обещают, весь процесс подачи документов займет не больше 15 минут. Евгения Солохуддинова расскажет подробнее. Только один день в неделю, в среду и только в одном многофункциональном центре города на зеленом логе 32 теперь можно оформить загранпаспорт нового поколения сроком на 10 лет. В МФЦ буквально на днях был установлен уникальный прибор – портативный комплекс регистрации биометрических параметров. Виталий Швидко стал первым, кто решил опробовать удобство системы на себе. Говорит, о нововведении узнал на официальном сайте управления МВД, позвонил, записался и пришел к назначенному часу. Оформление документа для Виталия – необходимость. В ближнем зарубежье живут его родственники. Снятие отпечатков пальцев, фотографирование в один клик и, конечно, регистрация паспортных данных. Вся процедура оформления занимает не больше 15 минут. С собой посетителю достаточно принести квитанцию об уплате госпошлины и паспорт. Оформление паспорта заняло очень минимум времени, быстро. Я сам даже не ожидал, что так получится. Большое спасибо за функциональные центры. Изготовление документа займет около месяца. Портативный комплекс регистрации пока единственный в городе. Специалисты уверены, он будет пользоваться большой популярностью. Ведь только за 10 месяцев текущего года заграничные паспорта оформили более 12 тысяч магнитогорцев. Особенно жаркая пора наступает для сотрудников отдела по вопросам миграции летом. С 21 ноября сотрудниками отдела по вопросам миграции у МВД по городу Магнитогорску осуществляется прием документов на оформление заграничного паспорта нового поколения и выдача готовых паспортов на базе МФЦ. Перечень информации, необходимой для оформления паспорта, будет указан на официальном сайте Главного управления МВД России по Челябинской области. Воспользоваться услугой могут не только магнитогорцы, но и жители близлежащих районов Верхнеуральского, Кизильского, Агаповского и Нагайбакского. Прием ведется по предварительной записи. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Напомним, подать документы на оформление загранпаспорта можно только в одном многофункциональном центре по адресу Зелёный Лог, 32, каждую среду. Время приема с 10 до 16 часов. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Организация питания в детских садах, школах и больницах и подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Вот основные темы докладов очередного пятничного аппаратного совещания в администрации города. Оксанерное общество Горторг организует питание в 65 общеобразовательных школах, 3 лицеях, 4 интернатах, в 137 детских садах и для пациентов 4 городских больниц. С 1 сентября этого года добавилась к этому списку и новая школа в 145 микрорайоне. Директор Горторга Любовь Едиаминовна Скляра отметила, что в текущем году продолжается работа по популяризации детского дошкольного питания. Для этого проводятся дегустации для родителей. За 9 месяцев проведено 42 дегустационных дня в разных детсадах города. Родители и родительские комитеты знают об этих мероприятиях и достаточно активно приходят на них, оставляя свои отзывы и предложения. Елена Николаевна Симонова, заместитель директора областного центра по координации деятельности медицинских организаций отметила, что традиционно в осенне-зимний сезон увеличивается число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На текущий момент эпидемии нет. Начало эпидемического подъема ожидается на конец декабря-середину января. Но сложилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вне больничными пневмониями. Болеют и взрослые, и дети. На 21 ноября текущего года получают лечение в кругозасуточном стационаре с пневмонией 147 человек. Из них 124 взрослых и 23 ребенка. В тяжелых случаях, зависящих от искусственной вентиляции, легких нет. Управление охраны окружающей среды и экологического контроля продолжает работу по выявлению нарушений правил благоустройства города. В ноябре специалистами управления составлено 57 административных протоколов и выдано 20 предписаний по устранению нарушений. В рамках контроля за сохранностью зеленых насаждений в отчетном периоде завершены административные процедуры по ранее выявленному факту проведения работ по строительству линии электропередач в районе Северного перехода без разрешающих документов на снос зеленых насаждений. Работники организации самовольно спилили более 40 деревьев. Эта организация была подключена к административной ответственности, а кроме этого им был подключен выделяемый ущерб в виде оплаты и восстановления стоимости снесенного сезонного насаждения. В завершении аппаратного совещания глава города Сергей Берников напомнил присутствующим о наступающем празднике Дне Матери. Он отмечается в воскресенье 25 ноября. У каждого есть мама, и все меркнет перед отношениями с этими людьми. Это самое главное в нашей жизни, поэтому не забывайте сказать добрые слова, если есть такая возможность. Написать, может быть, вспомнить, может быть, но воскресенье нашим мамам всем низких поклон. Андрей Рыжков, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Важное мнение каждого магнитогорца. Под таким девизом в администрации города состоялось заседание общественной комиссии по оценке и обсуждению проектов благоустройства территории для включения в муниципальную программу «Комфортная городская среда». У каких дворов города есть шанс преобразиться в следующем году, расскажет Станислав Юдин. Комиссия под председательством спикера городского собрания Александра Морозова проголосовала за включение в предварительный список дворов, адреса которых сформировали администрации районов на основании заявок жителей. Условия участия в программе «Комфортная городская среда» остались прежними. Главным было согласие жителей на софинансирование, то есть готовность вкладывать свои средства, а также согласованная с большинством жителей схема благоустройства и обязательно отсутствие задолженностей по оплате коммунальных услуг. Жители должны договориться между собой, более половины от живущих в конкретном дворе принять участие в собрании общим. Если две трети от принявших участие согласны с количеством и с проектом, который будет реконструирован в конкретном дворе, то значит так оно и будет. Озвученный список, куда вошли почти 40 дворов, будет вывешен на сайте городской администрации. Заметим, что перечень не окончательный. Жители еще могут принять участие в голосовании и попасть со своим двором в программу на следующий год. Напомним, что программа «Комфортная городская среда» была поддержана губернатором области Борисом Дубровским и является частью общенационального проекта. На исполнение программы направлены средства федерального и областного бюджетов, а также средства собственников. За прошедшие два года действия программы в Магнитогорске было благоустроено 112 дворовых территорий, а также такие масштабные объекты, как парк «Увечного огня» и «Экопарк». Станислав Юдин, Георгий Бадаев, телекомпания «ТВИН». Катки Магнитогорска готовятся к приему посетителей. 1-й 22 ноября была открыта ледовая площадка в 3-й спортивной школе на улице Галиулина. А в эту субботу уже можно будет покататься на коньках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ровесник». Какими темпами проходит заливка, сколько хоккейных коробок и катков будет подготовлено в этом году, выяснял Павел Берсенев. Коньки – одна из традиционно любимых зимних забав магнитогорцев. А ноябрь – лучшее время для подготовки к началу сезона. Только в «Фоке-Ровесник» для посетителей будут открыты три ледовые площадки. Две для игры в хоккей и одна для массовых катаний. Заливка происходит в несколько этапов. Сначала нужно нарастить лед слоем 8-10 сантиметров. Затем при помощи горячей воды специального полотенца, так называемой «волокушей» ледовую поверхность разравнивают. К сожалению, Небесная канцелярия не позволяет сейчас лить днем, потому что 0 плюс 2. Ребята выходят ночью по 2-3 заливщика. У нас с 18.00 где-то до 6 утра ежедневно заливают лед. Последние уже две недели. Практически все катки для массовых катаний будут оборудованы теплыми раздевалками и прокатом. В ведении управления образования сейчас находятся 11 различных ледовых площадок. Что касается внутриквартальных хоккейных коробок, то в этом году все они переданы на баланс дорожного специализированного учреждения. А их ни много ни мало – 46. Кроме того… Традиционно у нас заливают школы общеобразовательные. Это 6 хоккейных коробок. Не знаю, сколько будет в этом году, но я думаю, что не меньше. И заливает у нас спортивный клуб «Металлург-Морнитогорск». Это центральный каток и хоккейная коробка на «Малютке». И у нас арена «Металлург» заливает возле себя как раз каточек, и там у них работает прокат. То есть я думаю, что в этом году не более 60 площадок будет в городе работать. Первая ледовая площадка в Ровеснике откроется уже 24 ноября. И поначалу будет работать бесплатно. 30 ноября начнут принимать посетители и другие катки, которые относятся к фоку «Умка». В начале декабря заработает каток в экопарке. Что касается платы, то везде она разная, но не выше, чем в прошлом году. В Агнитогорском театре оперы и балета прошел концерт, посвященный Дню Матери. Свой официальный праздник российские мамы получили благодаря Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Таким образом депутаты решили воздать должное материнскому труду, а также обратить внимание общественности на высокую социальную значимость материнства. В длинной череде российских праздников День Матери всегда занимает особое место. Оставаться к нему равнодушным просто невозможно. Ведь сколько бы ни было нам лет, мама была и будет оставаться самым главным человеком в жизни каждого. Поэтому неудивительно, что в этот день поздравительная речь главы города Сергея Бердникова звучала особенно проникновенно, тронув собравшихся до слез. Ничто не может сравниться с теми чувствами, которые каждый человек испытывает по отношению к своей маме. Если есть добро на свете, то это, наверное, вот мама. Хочется сказать спасибо, что вы есть. Гостями праздника стало 250 жительниц нашего города. Это и многодетные мамы, и те женщины, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга, и матери, стоящие на учете по потере кормильца. Их материнский труд и где-то даже самопожертвование ради своих детей всегда ценно. Поэтому для всех категорий матерей, проживающих в Магнитогорске, был разработан целый ряд мер социальной поддержки. У нас очень широкая программа поддержки семьи, материнства, областная. Борис Александрович Дубровский утвердил уже даже в этом году целый ряд новых мер. А традиционными являются льготы по ЖКХ, традиционными являются пособия на детей, в зависимости от того, какой категории семья. Традиционными являются также пособия к новому учебному году, вот в многодетных семьях. Заботятся о магнитогорских мамочках и городские власти. Им предоставляются бесплатные проездные билеты, выделяются для детей льготные места в детских учреждениях, а также путевки на санаторно-курортное лечение. Помимо этого, организовываются различные мероприятия на образовательных площадках, где дети дарят своим мамам не только добрые слова, но и множество подарков. Не стало исключением и эта встреча. Для участников праздника был подготовлен большой концерт. Представленные в нем вокальные номера перемежались с выступлениями, в которых звучали слова благодарности всем матерям, дарящим детям любовь, добро, нежность и ласку. А после его окончания каждой женщине был вручен сладкий презент. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН. Продолжается гастрольный тур картины Бориса Кустодиева. Теперь знаменитый портрет Федора Шаляпина можно лицезреть в Магнитогорской картинной галерее. Лед тряп, щит, и помар, и щит. Это кумы, это кумы, это судака, тощи. Эх, 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 кумушка, ты кауушка, свари куму судаками, чтобы ежа плевать. До сих пор ли современные русские оперные певцы ориентируются на исполнение Федора Шаляпина? Ну, естественно, это же эталон наш, это как бы кумир. И все мы его слушаем, будучи студентами, из ушей не вынимаем наушники сейчас, чтобы впитать вот это вот все, все традиции. Картина Федор Шаляпин в неизвестном городе, по мнению многих искусствоведов, один из лучших портретов русской живописи и вершина творчества Бориса Кустодиева. Полотно, написанное в 1921 году, стало любимым как для живописца, так и для певца. Известно, что Шаляпин был очень доволен портретом и никогда не расставался с ним, несмотря на габариты. Картина более человеческого роста, он всегда ее возил на гастроли. Отправился портрет, слез за своим хозяином и в миграцию в Париж. Кустодиев тяжело переживал расставание со своей работой и годом позже написал авторскую копию. И уже с ней художник не расставался до самой кончины. Именно эту картину и смогут увидеть магнитогорцы. Будем говорить начало серьезных вот таких вот выставочных мероприятий, потому что в нашем городе Магнитогорске очень много высокообразованных людей, которые именно интересуются искусством, которые к этому неравнодушны. От лица дирекции Русского музея поздравляю вас с открытием этой замечательной выставки одного шедевра, одного из самых замечательных русских художников Бориса Михайловича Кустодиева. И действительно Кустодиев поистине нес радость жизни. Своим зрителям Русский музей выражает надежду на дальнейшее благотворное сотрудничество. В Магнитогорской картинной галереи картина Бориса Кустодиева пробудет до 16 декабря. Владимир Немирович Данченко писал, когда Господь создавал этого человека, он был в особенно хорошем настроении. Русский голос номер один со внешностью богатыря. Хрестоматийный русский самородок Федор Шаляпин – это наше все. Юлия Горшкова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВ. Последний осенний месяц принес заметное похолодание. Тем, кто еще не успел приобрести себе теплую верхнюю одежду, нужно поторопиться, как это сделали покупательницы ярмарки верхней одежды «Ермак», которая работает во дворце спорта имени Ивана Рамазана. На ярмарке верхней одежды «Ермак» радостное оживление. Выбирать обновки всегда приятно, а уж когда они сочетают в себе хорошее качество, подходящий фасон и невысокую цену, получается маленький праздник. Вот только несколько отзывов о куртках, которые приобрели на ярмарке горожане. Она удобная, доченька. Очень удобная. Бегать везде хорошо в ней. Легко. Моя уже старая стала. Цвет приятный, пошито. Хорошо. Капюшоном тепло будет. Очень понравился фасончик и цвет, и цена. Спасибо за покупку. Свыше пяти тысяч моделей плащей, курток, пуховиков и пальто предлагает покупателям ярмарка верхней одежды «Ермак». Цены на осенние модели от 2200 рублей, на зимние – от 2980 рублей. Все очень хорошего качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов, таких как биопух, верблюжья шерсть, тинсулейт. Представлен большой размерный ряд от 42 по 72 и все по оптовым ценам. Ярмарка «Ермак» будет работать во дворце Рамазана по адресу проспект Ленина, 97. По 25 ноября включительно. Большое спасибо вам. Еще приду на будущий год. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. По просьбам магнитогорцев, Пятигорская меховая ярмарка вновь выставляет в торговом центре «Славянский» новую коллекцию верхней одежды. Если вы из тех, кто еще не успел приобрести зимнюю одежду по летним ценам, самое время это сделать. Примечательно, что Пятигорская меховая ярмарка каждый раз сохраняет для покупателей привлекательные акции и систему рассрочки. Поторопитесь, последний день работы ярмарки 25 ноября. Чтобы приобрести уютную шубку, которая будет долго радовать красотой и практичностью, не нужно ехать за 3-9 земель. В торговом центре «Славянский» Пятигорская меховая ярмарка радует горожан новыми сезонными моделями шуб, пальто и головных уборов. Придя в торговый комплекс «Славянский», я приобрела финскую курточку с хорошей скидкой. Я очень довольна. Обратите внимание на качество пошива. Оно на высоте. Все шубки чипированы. На каждом изделии с помощью смартфона можно прочесть QR-код и увидеть, в какой стране из какого меха пошито изделие. Наши специалисты ничего не брячут. Каждое изделие можно рассмотреть изнутри. Шубка хорошо шита. Шовчики все ровные, шкура не тянутая. Такое изделие не будет деформироваться во время носки. Будет прекрасно носиться, прослужит вам долгие-долгие годы. И будет очень теплая, шкура не будет продуваться. В качестве утеплителей для теплых и красивых пальто марки Carmel Style используется современный холофайбер и тинсулейт. Любое изделие можно взять в рассрочку до двух лет. Действует овце. Принесите старую шубу и получите скидку 10 тысяч рублей на новую. Мужские и женские головные уборы, шубы, пальто можно выбрать в торговом центре «Славянский» до воскресенья 25 ноября включительно. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский металлург неудачно открыл очередную домашнюю серию. Во встрече с одним из самых принципиальных соперников, казанским Акбарсом, подопечные Йозефа Яндыча, сумели оправиться от провального старта и отыграть дефицит в две шайбы, но в итоге все же уступили. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. После завершения непростой поездки по маршруту Москва-Минск-Подольск-Санкт-Петербург магнитогорцам выпала столь редкая в нынешнем сезоне трехдневная пауза. Этот перерыв к огорчению болельщиков не только помог металлургу восстановить силы, но и выбил команду из игрового ритма. В дебюте матча хозяева безоговорочно проиграли сопернику в скорости, движении и силовой борьбе. Уже к исходу 15-й минуты барсы вели с преимуществом в две шайбы. Отличились Артем Михеев и Иржи Секач. Последнему помог забить рикошет от клюшки Алексея Береглазова. Вообще вышли не готовы на борьбу, потом немножко хоть подзавелись, начали бегать. А так просто вышли как сонные мухи. Помогла магнитогорцам вернуться в игру недисциплинированность гостей. На последней минуте стартового отрезка металлург со второй попытки реализовал большинство. После идеального паса Ника Шора капитану магнитогорцев Сергею Мазякину оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Лучший бомбардир отечественных чемпионатов прервал свою затянувшуюся голевую засуху и сократил отставание. Главными героями следующего периода стали вратарь магнитки Василий Кошечкин, который не раз срывал овации трибун, и самый результативный игрок ноября Николай Кулемин. Он заставил болельщиков с ностальгией вспомнить о своей игре в России до отъезда за океан. В меньшинстве Кулемин по широкой дуге ушел от одного соперника, фирменным финтом дезориентировал второго и неотразимо бросил. Второй период, конечно, не в сравнении Магнитогорска, забили два гола, ничего страшного. Игра ровная, я считаю, что у каждого есть шансы, и надо выходить в этот период и избивать голы. Гол в заключительном отрезке был только один, и его сумели забить гости. Защитник-ветеран Андрей Марков, который огорчил «Металлург» еще в историческом финале Евролиги почти 20 лет назад, помог Артему Лукаянову забросить победную шайбу. Несмотря на все старания хозяев, перебросавших соперника 13-9, спастись им не удалось. Два-три. Следующий матч магнитогорцы проведут дома 24 ноября против Нижнекамского нефтехимика. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Настоящие холода уже не за горами. Магазин верхней одежды «Метелица» приглашает магнитогорцев и женщин, и мужчин за куртками и пальто из новой зимней коллекции. Выбор верхней одежды очень большой, как говорится, на любой вкус и кошелек. При этом одеться в «Метелице» можно и в кредит, забрать куртку или пальто сразу же, а расплачиваться за обновку постепенно. Выбор верхней одежды – дело серьезное. Магазин «Метелица» полюбился магнитогорцам благодаря сочетанию нескольких очень важных для покупателей составляющих. Богатому ассортименту курток и пальто, собранных в одной торговой точке. Продавцам-консультантам, умеющим подобрать одежду по фигуре, даже если она далека от идеала. А самое главное – «Метелица» торгует только качественной верхней одеждой, изготовленной зарекомендовавшими себя на отечественном рынке московской и белорусской швейными фабриками. При этом ткани, фурнитуру, утеплители производители закупают в Финляндии. Новая коллекция зимних курток и пальто, поступившая в «Метелицу» этой осенью, очень разнообразна, порадует и мужчин, и женщин. Здесь можно подобрать как классическую модель верхней одежды, так и выбрать ультрасовременную модную куртку или пальто яркого насыщенного цвета. Продавцы помогут дополнить образ шапкой или шарфиком. Расплатиться за приобретенный товар в «Метелице» можно как наличными, так и по безналичному расчету, а также оформить кредит на очень выгодных условиях прямо в магазине. Не сомневайтесь, в «Метелице» вас оденут. Напоминаем, магазин «Метелица» расположен по адресу улица Ворошилова, 23. Своих покупателей здесь ждут ежедневно с 10 до 19 часов. Время местное. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 24 ноября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 24 ноября в городе ожидается облачная погода без осадков, ветер переменных направлений с северо-западного на юго-западный, скоростью 4,6 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 9, минус 11 градусов, днем – 7,9 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова